И мы продолжаем учить и читать, перечитывать книгу Равицка-Казильвера «Чтобы ты остался евреем». И вот, казалось бы, у него есть работа, он преподает математику в школе Ешиви для подростков Кириат Нор. И вот одна из первых Ешив, которую сделал Равин из Лондона, Равгоровец, он предлагает Равицкаку открыть отделение для русских Бали и Чува. И он бросает работу, получает копейки в Ешиве, но он становится главой русскоязычного отделения Ешивы Двар Ярушалай. А в Двар Ярушалай им были разные ученики, настолько разные, что люди удивлялись, как я их там держу. И я думаю, что имена их называть не к чему, люди меняются. Некоторые сегодня очень видные, серьезные равины. Помню, один приходил с волосами до плеч, они страшно торчали во все стороны. А однажды в Ешиву зашел мой старинный приятель, Равицкак Винер из Маргеллана, которого называли Маргелланер Ребе. И напустился на меня, «Ицкак, что ты держишь здесь, сумасшедших? Скажи ему немедленно, чтобы он состриг свои патлы. Как он может надевать филин?» Но я понимал, что пока не стоит ничего говорить. Парень учился в университете, а если я буду делать ему замечания, что может из этого выйти? И я продолжал молчать. И так тянулось почти год. Ну вот, пришло время, и он сам у меня спросил, Равицкак, как насчет филин? И тогда я ему сказал, что невозможно надевать филин, когда есть столько волос. Нужно чуть-чуть, немножко подстричься. И вот вспоминает один из близких учеников Равицкака, известный Бальчува, который многие годы участвовал во всех семинарах по привлечению евреев к Торе, Равхаем Коин. Я познакомился с Равым Зильбером на исходе Песока 80-го года. Это было время моего, начало моего пути, когда после долгих размышлений я решил изменить свою жизнь. И единственно правильным видел учиться в Ешиве. Я взял чемоданчик, сложил туда необходимые вещи, и из Тель-Авива приехал в Иерусалим. И спросил, где находится Ешива Орсамех. Единственное, известное мне тогда Ешива для Балейчува. А Равхаем, он приехал из Грузии, у него замечательный голос, он играл на гитаре, у него была своя группа, которая выступала. И вот он закрыл свою группу и приехал в Иерусалим, чтобы попасть в Ешиву. Пришел туда, и мне деликатно отказали, послали в другое место. Там тоже отказали. Руководители Ешива для Балейчува, надо думать, видели парней с живописной наружностью. Но мой тогдашний вид, вероятно, вообще не позволял ждать от меня чего-то хорошего. В Третьей Ешиве объяснили, что она только для американцев. А какой-то парень, услышав, что я приехал из Советского Союза, сказал, в Ешиве двора Иерушалим есть русский раввин, равицкак Зильбер. Попробуй обратиться к нему. Но я нашел рава Зильбера и, конечно, моментально им увлекся. И равицкак устроил меня в Ешиву Швутами. И с тех пор он для меня как отец. Продолжает равниться, как рассказывать, про своих учеников двора Иерушалим. В Ешиве был ученик, который несколько раз мне говорил, если бы не вы, я бы стал полным жуликом. Я очень люблю деньги. Сейчас уже можно рассказать, что я с ним делал. Я же был только преподаватель. Парень сказал, равицкак, я сирота. Учусь, потому что хочу быть евреем. Но мне нужна специальность. И он пошел на бухгалтерские курсы. Каждый раз, когда он уходил, Рошь Ешива спрашивал, а где этот ученик, почему я его не вижу? Я говорил ему, что это по моему заданию, я его отправил. И так, по моему заданию, он кончил эти бухгалтерские курсы. Но работы не нашел. И тогда он решил стать водителем. Пошел на курсы вождения. Окончил. Но и это дело не пошло. Опять я его прикрывал. Так продолжалось года три. Но я считал, главное, чтобы он не оторвался от Ешивы. Потом он начал учиться строительному делу. И это оказалось удачней. Сейчас он работает строительным подрядчиком. И у него большой трепет перед небесами. Честнейший человек. Всегда дает сдаку. Когда он пошел служить в армию, он предложил своему командиру. Давайте мне любую работу, все сделаю. Но в субботу я должен быть дома. Каждый день после работы он учится в Ешиве. До четырех работает. А потом отключает все телефоны и садится за Талмуд. А если бы я тогда потребовал, что бы получилось? Когда-то у меня учились и Михаил Хэн, и Яков Островский. А сейчас они руководят Иерусалимской Ешивой для выходцев из Советского Союза Шавейгола. Что значит вернувшиеся из изгнания. Я уже не говорю, как это, руководить Ешивой, собирать деньги. Они мучились, влезали в долги, работали без зарплаты. И самая высшая поклала Равыцкака сумасшедшие святые люди. И много раз Равыцкаку предлагали открыть свою Ешиву. Но Раббанит Гита, она говорила, ты не можешь это на себя брать. У тебя ученики будут всегда голодными. А сейчас это история, которую рассказывает Яков Островский. Когда я приехал в Израиль, я иногда заходил в организацию ВИЦА, где помогали новоприбывшим. Давали какие-то насильные вещи. ВИЦА – это всемирная женская сионистская организация. И там работала большая праведница Шарона Куперман. И она все время убеждала меня пойти в Ешиву двор Рерушалаем, где есть один математик, Равин, Ицкак Зильбер, интересный человек. Но я делал все, чтобы избежать этой встречи. И вот летом 78-го года я пошел гулять со своей большой собакой. И, проходя мимо, зашел к Шароне. И она устроила так, что пришел молодой парень, Миша Будиловский, который учился там у Равицкака, в двор Рерушалаем, и сказал. Она мне сказала, он учится у Равина Зильбера, и он возьмет тебя с собой в Ешиву. Но мне было неудобно отказываться. А я был в шортах и с большой собакой. И Миша мне сказал, пойди переоденься, оставь собаку и пойдем. Я тебя подожду. Но у меня ничего не оставалось. Как согласиться? Я никогда не был в Ешиве. И это впечатление оказалось просто оглушающим. Словно попал в сумасшедший дом. Кого там только не было. Не окончившую школу и люди с высшим образованием. Писатели, физики, математики. Даже один дрессировщик тигров из Германии. Виолончелист Борух Гроз, ученик Ростроповича. Сейчас он концертмейстер в симфоническом оркестре в Тель-Авии. И в перерывах между занятиями он упражнялся на своей виолончели. И среди них пожилой человек с растрепанной бородой размакивает руками, рассказывает какие-то истории. Я сказал самому себе, я пришел сюда в первый и в последний раз. Но у Ровыцкака есть удивительные свойства. Его поведение никак не ввязалось с его высоким интеллектом и странным образом притягивало. Как магнит. Хотелось понять, в чем тут дело. Я даже не понимаю, как. Но я начал ходить в это место. Ходить в Ешиву. Мне дали кипу. Ну, выходя из Ешивы, я, естественно, ее снимал. Я засунул в карман. А уроки оказались очень интересными. И я их записывал. Но я никогда не чувствовал никакого давления со стороны Ровыцкака. Скорее, я чувствовал это со стороны других учащихся. Ты должен учиться. Ты должен то. Ты должен сё. А у меня к тому времени была квартира и работа. Я не жил в Ешиве. А только приходил на занятия. Но прошло время. И вдруг я услышал, что в каких-то книгах Шуханорухи или где-то ещё написано. Тот, кто растит свинью или собаку, будет проклят. Я был просто ошеломлён. Я буду проклят за то, что у меня такая собака. А потом я узнал, что собака на иврите. Это Келев. Что это такое? Ки-лев. Как сердце. Это говорит о её сердечной привязанности к хозяину. Каждый, кто когда-то держал собаку, меня поймёт. И вот я как-то пришёл к Равыцкаку и говорю, в этих книгах говорится про собаку, что она приносит проклятие. Как же так? И Равыцкак мне ответил, это сказано не про твою собаку. Тут умеется в виду что-то другое. А твоя собака – потомок тех собак, которые не лаяли, когда евреи выходили из Египта. И поэтому Тора разрешает их держать и кормить. А я на эту свою собаку, на породистого голландского дога, который величиной был чуть ли не стелёнка, тратил почти всю свою зарплату. Это дог, очень капризное животное. Она любила дорогой сыр, колбасу. Другой на месте Равыцкака сказал бы, что надо немедленно расстаться с собакой. Мудрецы, мол, знают, что говорят. Но Равыцкак понимал каждого человека. Он понимал той связи, привязанности, которая может быть у хозяина с животным. Если бы он тогда мне сказал, что надо собаку выгнать, я, возможно, оставил бы и Шиву, и всё еврейство. А через некоторое время я собрался жениться. И я отвёз этого своего любимца, этого голландского дога, охраннику, который охранял поля, и у которого были другие собаки. Казалось бы, в преподавании Равыцкака отсутствовала система. Но это было очень глубоко продуманной и испытанной системой. Не оказывая никакого давления на учеников привлечь их к себе, приобщить к Торе. И в этом был его главный секрет. А другой секрет, когда приходишь рассказать ему о своих проблемах, неприятностях, а Равыцкак начинает забивать тебе голову всякими рассказами. И вдруг ты забываешь, зачем пришёл. Но все проблемы как-то удивительным образом решаются. И всегда уходишь от него после встречи с чувством облегчения. И проблема уже не кажется такой большой. А сейчас в книге приводится воспоминания Равы и Галя Полищука. «С каким бы вопросом ты не пришёл к Раву-Искаку, разговор с ним всегда оставляет ощущение, что проблема, она не такая страшная». Как-то я был у Равыцкака с одним из своих сыновей. И попросил у него благословения, чтобы он хорошо изучал Тору. А после этого благословения Равыцкак сказал, «Я дам ему ещё одно благословение, чтобы он был человеком, который любит делать милосердие». Продолжает Равыцкак и говорит, что пока не случился его первый инфаркт, он, кроме уроков по мидрашам, о котором уже говорил, в течение 11 лет по субботам давал урок Торы. Так что никогда днём не бывал в субботу дома. И есть такие ученики, которые стали верующими из-за этих уроков. Продолжает Равыгаль Полищук. Равыцкак дал мне тот основной толчок, который привёл меня к еврейству. В принципе, я много интересовался иудаизмом, и умом понимал, что эта вещь настоящая. Но до исполнения заповедей я был ещё очень далёк. И однажды мой товарищ сказал, что по субботам в Сан-Недрии-Мурхевет Равыцкак-Зильбе отдаёт урок понедельной главы Торы. Я стал посещать эти уроки. И я не знаю, что произошло, но они произвели во мне переворот. Почему? Равыцкак никого и никогда ни в чём не убеждал, не уговаривал. Он просто на большой скорости читал недельную главу на еврите и переводил на русский. И всё. Но что бы он ни делал и что бы он ни говорил, было ясно одно. Тура – это правда, это истина. И я, наконец, сдвинулся с места. Мы обычно оцениваем других в соответствии со своим собственным уровнем. Я был свидетелем следующей ситуации. Как-то на свадьбе я сидел рядом с одним коренным израильтянином. Мы беседовали. А в это время незаметно проскользнул Равыцкак-Зильбер своих, видавших виды пиджачке и синтетической шляпе. «Как ты думаешь, – спросил я у собеседника, – кто этот человек? – А, наверное, – это тот, кто просит сдаку. Не задумываясь, ответил тот. Несколько дней после этого я говорил с другим Талмин-Хакамом, израильтянином, который тоже ничего не знал о Равыцкаке. Просто встретился с ним однажды в городе и немного поговорил. Он спросил меня, «Этот Равыцкак-Зильбер, что это за человек такой?» С ним постоянно находится присутствие творца – шхина. Вот так два человека увидели в Равыцкаке совершенно разное. Продолжает Равыцкак и рассказывает историю про одного известного русскоязычного равина, главу Колеля. И вот как это было, когда он был студентом в Иерусалимском университете, и там же училась его жена. Один молодой человек, который ходил ко мне на уроки, чувствовал, что он очень мало знает. И он решил бросить учебу, а может, он уже кончил университет и работал, и полностью сосредоточится на еврейской учебе. Он пришел к своей жене и говорит, «Я заработал немного денег, и кроме того, у нас ведь есть цветной телевизор, давай его продадим и купим вместо него черно-белый, а вырученных денег нам хватит на несколько месяцев, и я на время оставлю работу и пойду поучусь в Ешиве». Она чуть не заплакала. У них маленький ребенок, нужны деньги. Но он все же пошел учиться. Окончилось тем, что его жена теперь одна из самых больших праведниц Израиля. У них девять детей, и она делает большие дела, преподает еврейским девочкам, русскоговорящим. А он стал очень серьезным еврейским мудрецом, Талмид Хахамом. Но с тех пор прошло много лет. В самом начале моей работы в Ешиве среди учеников появился один паренек, который мне показался лучше других. Ему мало было учиться в Ешиве, он еще по вечерам искал дополнительные занятия. Как-то из Тель-Авива приехал его отец и привез с собой знакомого, которому нужно было сделать обрезание. Ну, делали, конечно, у меня дома. И оба остались ночевать. И я разговаривался с его отцом. Он рассказал, что совсем молодым, он с женой, за сионизм, были отправлены на 20 лет в Сибирь. на Енисей. Я не помню уже, это был лагерь или ссылка. Жена его была из верующей семьи, и он тоже придерживался традиций. А река Енисей покрыта льдом 10 месяцев в году, и лишь два месяца свободно от льда. Так они с женой не прикасались друг к другу все 10 месяцев, потому что жена не могла окунуться в микре. И только те два месяца, что Енисей освобождался от льда, они были вместе. Так они прожили 20 лет. А их единственный сын родился там, на Енисея. И обрезание сделать было некому. Но отец не мог успокоиться. Он искал и искал Мойля, и, наконец-то, его нашел. Нашел среди заключенных одного человека, который когда-то был Мойлем. И, конечно, у того руки там огрубели. И после обрезания, которое он сделал, началось кровотечение. И пришлось искать врача. Но, слава Богу, все обошлось, и ребенок выжил. Услышав это, я понял, что дало этому пареньку такую силу и такую тягу к еврейской учебе. Сейчас его родители живут в наибраке, а их сын в Иерусалиме. И он процветает. Что он делает? Он учит Тору и успешно зарабатывает. Проектирует дома. И у него восемь детей. И недавно я был на бармицве у его сына. А сейчас я приведу историю, которую рассказывает генеральный директор этого самого места, где мы записываем урок. Толдот и Шеврун Аврам Коин. Это были тревожные дни. На молитву у Сины Плача собрались сотни людей. Наш Равыцкак лежал в реанимации. Неужели мы останемся без него? Был поздний зимний вечер. На промозглом ветру молились все, кому успели сообщить. Рав в критическом состоянии. У Сины мы собираемся, чтобы сказать Тейлим за его спасение. Помню свою молитву. Я спрашивал себя, что мы можем изменить? Я думал о Раве, о его предназначении в нашем мире. Неужели я буду одним из последних его учеником? Если Ашем решил, что можно изменить? И вдруг пришла мысль, что на самом деле у Рава есть еще задачи на земле. Да, он воспитал сотни учеников. Болейт шува на русской улице. Да, десятки из них стали рабинами. Преподавателями Тора, руководителями Ишив. Но такой Ишивы, такого места Торы, о котором я мечтал, даже в Иерусалиме не было. А у кого достаточно авторитета, веса, силы, и, скажем так, без шабашности, чтобы создать такое место, кроме как у Рава Искака? Ни у кого. Мы встретились в Москве, в Ишиве, Тора, от Хаим. Мне было уже за 30, я был холост, уезжать из Москвы не собирался. И когда я отвез Рава Искака в аэропорт, я попросил у него благословения на женитьбу. А он мне сказал, приезжай в Иерусалим, там много хороших девушек, в течение года ты женишься. В следующий приезд Рава Искака в Ишиву мы улетели в Израиль на одном самолете. И в течение года я женился. Ни в одну русскую Ишиву, когда я приехал в Израиль, меня не приняли. Потом в одном единственном месте, куда меня все-таки взяли, и то по звонку Рава Искака сначала мне дали, а потом отобрали напарника, учителя, Хавруту. Упрашивал, не дают, а я так устроен. Один на один мне интересно учиться, а на уроке не интересно. Мыкался я, мыкался и начал понимать. Самое драгоценное для взрослого человека, не владеющего евритом, найти знающего напарника, который говорит по-русски. И вот здесь, у стены плача, мне стало ясно, надо открыть такой вечерний колей, где после работы, после учебы, каждый говорящий по-русски мог сесть в паре со знающим человеком и учить Тору, где бы каждый желающий получил Хавруту. Я поговорил об этом с Равином Бентьоном Зильбером. Он согласился возглавить колей, давать уроки, разработать учебную программу и прочее. Поговорил с моим другом Иудой Лейбом Аврехом. Он согласился тянуть административную и финансовую лямки. И через несколько дней спросили у Равицкака. Ему стало лучше, но он еще был в больнице. Свойственной ему манере Рав начал отговариваться. Зачем это? А если не получится? Откуда брать деньги? Ведь есть уже другие шивы. А потом от всей души лихо делайте это очень хорошо. Я давно мечтал. Каждый, кто учится, серьезно учится, будет учить других. Бог поможет. И так родилась организация Талдот и Шорун. Вначале было только пять пар, а уже через несколько месяцев в колили стало в 10 раз больше людей. А через год открылось еще несколько таких колили, где у каждого ученика есть свой учитель Хаврута. И вот это детище Рава Ицкака начало расти как на дрожжах. Через два года такие колили открылись, можно сказать, по всей стране. Параллельно с учебой мужчин организовали учебу для женщин. В разных городах для них открылась сеть уроков, а руководит этим его дочка Рабанит Хава Куперман. Рав Ицкак иногда мне рассказывает, что когда он 30 лет назад приехал в Израиль, в Иерусалиме не было ни одного русскоязычного еврея, который бы учил Тору. Поэтому он решил для себя заниматься с людьми и приближать их к традиции. Естественно, для его собственной учебы времени у него уже не оставалось. А сейчас наша организация объединяет более 250 преподавателей Торы, в основном молодых. Причем большинство ее филиалов финансово и организованно независимы. Все это было бы совершенно неосуществимо без его авторитета, без его имени, без его конкретной помощи. И, как мне кажется, без его благословения, без брахи, который лежит на всех делах Рава. Каждый раз, когда мы затеваем открытие нового места учебы, все повторяется заново. Ну, зачем? А где брать деньги? А без этого нельзя? А завершается благословением. Бог поможет. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор